МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня в Алтайском крае открылся первый международный турнир погреблен на байдарках и каное Кубок чемпионов. В Барнаул приехали чемпионы и призеры европейских мировых первенств и Олимпиад. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 24 стран. На кадоне губернатор края встретился с представителями Международной федерации и каное, Всероссийской и Алтайской федерации гребли на байдарках и каное. Виктор Томенко пообщался с судьями, которые будут следить за ходом соревнований. Среди них мировые знаменитости, такие как Фишер Биргетт, Саймон Тулсон, Фрэн Гарднер и не только. Спортсмены отметили уникальность природы Алтайского края, а также нужную глубину и легкость воды на дистанции, отсутствие бокового ветра. Кстати, необычной частью турнира станут совместные заплывы мужчин и женщин в одной лодке. Мне всегда нравилась эта идея, поскольку чувствовать себя в одной лодке с мужчиной, и когда такая сила прилагается, это всегда здорово. Мы живем вместе. Кто-то женится, рожает детей и продолжает грести. За право провести у себя первый международный турнир по гребле на байдарках и каное. Боролись города из Китая, Венгрии, Канады, но выиграл Барнаул. Турнир начался пару часов назад, продлится два дня. За его трансляцией будут следить федеральные и мировые каналы. К другим темам. Сегодня на улице Станционной в Барнауле сгорело два частных дома и автомобиль Ниссан. Возгорание произошло в половину шестого утра. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила 280 квадратных метров. На тушении было задействовано 11 машин и 34 человека личного состава. Из горящего дома пожарные вывели двоих людей, автомобиль спасти не удалось. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В Черышском районе участились случаи нападения медведей на домашний скот. Так, одно из последних происшествий на днях произошло около села Майорка. По словам сотрудников местного охотничьего хозяйства, домашний скот, на который совершают набеги медведя, пасется в десятках километров от деревень. Речь идет о загонах прямо посреди леса. Специалисты поясняют, что такие пастбища часто никто не охраняет. Более того, загоны не имеют ограждений. По словам специалистов, скот гибнет. И по другим причинам, и нередко медведи приходят на трупный запах. Впрочем, есть косолапые, которых сотрудники охотхозяйства называют беспредельщиками за то, что звери совершают набеги на скот, который пасется в охраняемых загонах. Медведи-хулиганов стараются быстро отловить и ликвидировать. Всего за последнее время в Черышском районе зафиксировано около десятка нападений медведей на домашний скот. От стетоскопа к гирям студенты-медики накануне приняли участие в спортивной акции «Наши надежды». Это ежегодное общевузовское мероприятие для первокурсников медицинского университета. Участники спортивной акции соревнуются в беге, прыжках, подъеме к гире, отжимании и проходят тест на гибкость тела. В завершении праздника студенты попытались обыграть своих преподавателей в футболе. Учащиеся с наиболее высокими спортивными показателями могут претендовать на повышенную стипендию и шанс представлять Алтайский край на Всероссийском студенческом фестивале в Москве. Прежде всего это делается для того, чтобы сменить вид деятельности. Учиться в медицинском университете очень тяжело. И для того, чтобы головной мозг отдыхал, необходимо питаться кислородом. А для этого необходимо делать различные упражнения. Барнаул сегодня присоединился к акции «На работу на велосипеде», которая проходит во многих российских городах. Ее цель – показать, что велосипед не только самый экологичный, но и удобный способ передвижения. На нем можно ехать по городу, опережая автомобиль и общественный транспорт. К тому же он не требует специальной формы одежды. Организаторы акции в Барнауле предложили сегодня горожанам не только добраться на работу на двухколесном виде транспорта, но и рассказать об акции друзьям и коллегам в социальных сетях с хэштегом «На работу на велосипеде-22». Итоги акции подведут сегодня вечером, а завтра наградят самых активных участников у здания на Мало-Тобольской 30 в час дня. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае тепло, но в отдельных районах пройдет дождь. Плюс 19 в Заринске, плюс 24 в Белокурихе, в Барнауле до 19 выше нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова